Вы знаете, нашу последнюю беседу сегодня я назвал «Операция-кооперация», потому что, на мой взгляд, кооперация, кооперативное движение, кооператоры остались в народной памяти благодаря фильму, по-моему, последнему фильму Леониду Гайдей под названием «Операция-кооперация». Помните, еще до развала СССР он успел снять кинокомедию про рассвет кооперативного движения. Тогда главный герой фильма создает кооперативное агентство, самым частным детективом, а его друг создает кооператив, торгующий финской сантехникой под названием «Аккала-каккала». Там все кругом кооператоры, даже роддом превратился в кооператив, вот так высмеивается увлечение кооперативами. Вот мне кажется, в народном сознании так вот у людей осталось. Кооператор – это кто-то смешной. Ты знаешь, у меня остановка кооперации до сих пор на улице Ленина в голове, наверное, засела. Но на самом деле идея-то, кооперация была неплохая, просто реализована. Она тогда, во всяком случае, была не очень удачная. Ну, как мне кажется? Ну, тоже спорный вопрос. Существует мнение, что вот, ну, в принципе, частный капитал у нас все равно появился. И многое преуспел. Собственно, частный капитал появился благодаря вот этим кооперативам, которые еще в СССР успели появиться. Ну да, безусловно. Но, тем не менее, оказывается, кооперативное движение не только живет, но даже возрождается. И в Хабаровске есть целая вот краевая общественная организация под названием «Дальневосточная ассоциация кооперативного движения». Ее председатель Сергей Хондурин. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, сегодняшний кооператор что-нибудь общего имеет с героями фильма «Операция кооперация»? Ну, какие-то имеют, какие-то нет. Дело в том, что проблема же не в том, имеют ли они что-то общее с теми кооператорами, а проблема в том, что мы не вписываемся в общее кооперативное движение международное. А оно существует? Естественно. Это не наше разное? Нет, это не наше. Существует международный кооперативный альянс. Вот прошлую субботу, 6 числа, был как раз Международный день кооперации и День кооперативов Организации Объединенных Наций. Поэтому я вам даже больше скажу, что по данным ООН в мире 1 миллиард кооператоров и вместе с членами семьи это 3 миллиарда, то есть половина жителей Земли. А что касается нашей страны, ну, эта доля гораздо меньше. Давайте определим, чем кооператив отличается от обычного бизнес-предприятия. Ну, акционерного общества какого-нибудь. Или общества за граничной ответственностью, да, например. Ну, вы же сами понимаете, понятие кооперативное движение существует, а понятия движения ограниченных ответников нет. Поэтому тут явный диссонанс. Дело в том, что кооператив – это организация системы трудового хозяйства, а общество с ограниченной ответственностью – это хозяйственное общество. Есть же гражданский кодекс, который совершенно четко дает организационно-правовые формы. Государственные, муниципальные, унитарные предприятия, хозяйственное общество и кооперативы. Так что закон здесь все четко разделил, и нельзя смешивать, в том числе… Все-таки, вот для непосвященного человека, что такое кооператив? Чем он отличается от АО или ООО? Тем, что в АО и ООО и в соответствии с законом, и в соответствии с практикой, целью является вознаграждение капитала. А в кооперативе целью является вознаграждение труда. А это разные вещи. То есть, получается, все участники кооператива сами трудятся? Или, ну, то есть, вот, я понимаю, что бизнес – это в основном управление, да? То есть, бизнесмены обычно управленец. То есть, здесь в чем разница? Я просто человек молодой и неопытный в плане кооперативов, и, наверное, кооперативы застал только в раннем детстве. Ну, вот мне до сих пор непонятно. Ну, хорошо. Цель бизнеса – зарабатывание денег. Цель кооператива тогда? Цель кооператива – зарабатывать на свою жизнь. Другой разговор. Другой разговор, что в нашей стране труд потребителя за труд не считается. А во всем мире как труд работника, так и труд потребителя считается за труд. Поэтому в одних кооперативах производственных люди трудятся в соответствии со специальностью, а в потребительских кооперативах они трудятся как потребители. А что это и зачем, это надо более подробно сказать. То есть, они имеют какую-то долю от выручки, да, и в зависимости от выручки получают доходы. Естественно. А не стандартную зарплату, которая есть. Так дело в том, что во всем мире и понятия-то такого нет, как заработная плата. Вы же, наверное, помните, был такой фильм «Государственная граница», где девушку из ОГПУ арестовали белые сразу же. И когда она спрашивает у полковника, а в чем дело? Он говорит, а вы сказали, что вы ищете себе работу и узнаете, какая заработная плата. А в нашей среде никогда так не говорят. То же самое и здесь. Все это очень интересно, но как-то, мне кажется, слишком теоретически. Вот практически в Хабаровском крае чем занимаются современные кооператоры? Дело в том, что в Хабаровском крае кооператоры как раз пытаются играть по чужим правилам на чужом поле. То есть, они пытаются имитировать хозяйственное общество. Частично, полностью или еще. Ну, хотя бы в какой области? То есть, сельское хозяйство? Практически во всех областях. Если мы возьмем, например, потребительское общество «Карайпотребсоюз», то это фактически торговый капитал, поскольку торговля ведется с некооперированным населением. А в соответствии с законом, вот, кстати, он у меня тут есть, можно его почитать. Закон Российской Федерации о кооперации. Там вообще не предусмотрено, чтобы торговали с некооперированным населением. А у нас есть магазины, принадлежащие «Карайпотребсоюз», да? Да, только не в городе. Они все в селах. Когда-то в городе был магазин кооперации, там где остановка кооперации. Даже, по-моему, два. Еще на площади Серышева был какой-то магазин, там торговали, я помню, дикоросами. Да, 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 совершенно верно. Сначала ликвидировали тот, который торговал дикоросами, а потом ликвидировали тот, который деостановкой. Если вы заметили, перед этой остановкой была еще остановка кооперативного университета, которым я руководил. А мы с Вячеславом встречались на 40 лет кооперативной школы. Да, да, да. Так что старались, что называется, как могли. Кстати, вы мне тогда говорили, что скоро кооперативы возродятся и составят основу экономики нашей страны. 20 лет прошло, но пока не видно. Было дело, ошибся. И дело как раз состоит в том, что чем дальше, тем больше на кооперативы смотрят, как на разновидность хозяйственных обществ. Я и в Фейсбуке вам это писал, что если брать партии, которые у нас есть, значит, Единая Россия, Деловая Россия и даже Справедливая Россия, они смотрят на это как на разновидность хозяйственных обществ. Если брать, например, КПРФ, то они иногда вспоминают о производственных кооперативах и народных предприятиях. Ну, в груди нет, да? А единственная партия это ЛДПР, которая вспомнила все-таки о потребительских кооперативах и в программу свою поставила их развитие. Сначала жилищно-строительных кооперативы, а потом, собственно, и потребительские кооперативы. И что очень важно, ключевое здесь слово, что они должны работать как при советской власти. То есть не просто покупать у населения излишки с огорода, да? А чтобы сдатчики еще и владели и управляли вот этим вот имуществом, как члены кооператива. Так было при советской власти. То есть, соответственно, имели какой-то процент с выручки, да, получается? Да, причем и в книжке пайщика, и в законе этот процент называется кооперативные выплаты. Но если мы видим, что не так уж и много сейчас кооперативных обществ, все-таки классическая вот такая бизнес-схема, она у нас превалирует, так может быть нет смысла уж, простите, в кооперативном движении. Ну, потому что если магазины закрывались, да, которые были у нас, в кооперации, на площади Серышева, и мы видим расцвет, даже несмотря на кризисные явления, вот, ну, торговли в общем смысле, мы видим там гипермаркеты, ну, вот классические схемы. Может быть, тогда есть смысл отказаться, может быть, пока от этой схемы в России? Потому что сейчас диктует рынок, и мы видим уход от этой схемы, и не отсутствие полной возрождения. Не, ну, мы же поставили, вот президент, какую поставил задачу перед нашей страной? Быть пятой страной в мире, да? То есть так или иначе соревноваться с другими странами. И этому помогут только кооперативы. Кстати, да, кстати, да. Дело в том, что если мы посмотрим данные Международного кооперативного альянса, то самые развитые страны, они же и самые кооперативные. Ну, в принципе, да. Я когда готовился к программе, погуглил и выяснил, что абсолютно во всех развитых странах мира, по крайней мере, потребительские кооперативы существуют. И родственники за границей мне рассказывают, что они как раз вот в наши гипермаркеты не ходят. Они ходят на склады своего кооператива потребительского, где покупают продукты, там в несколько раз дешевле. А за полную стоимость покупают только туристы, которые туда приезжают. Действительно, это правда? Ну, конечно, потому что они совладельцы, соуправляющие, и они еще и несут субсидиарную ответственность за эту организацию, если что. Поэтому, конечно, они будут стараться поддерживать свою организацию. А вот если что, часто происходит? Потому что если предприятие разоряется, то тогда и ответственность вложится, в том числе и финансовая, на других участников. Ну, это и в нашем законодательстве есть, и в законодательстве других стран. Субсидиарная ответственность должна вносить дополнительные взносы для того, чтобы поддерживать. А вы знаете, я только сейчас понял, почему, на мой взгляд, не удается у нас возродить кооперативы. Это точно так же, как и в доме. Огромное количество собственников, которые привыкли чего-то требовать, но ни один не хочет брать на себя ответственность. Соответственно, и в кооперативе. Даже если люди объединятся, все равно по результату, если наступят тяжелые времена, никто не захочет брать на себя ответственность. Так дело же не в этом. А дело в том, что нужно развивать систему трудового хозяйства, частью которой является кооператив. И вначале это может быть индивидуальная трудовая деятельность, ремесленные, кустарные, мастерские. Это может быть и эффективное домашнее хозяйство. И только в некоторых моментах, где без объединения не обойтись, они будут объединяться. Ну, такой пример, садоводческие и некоммерческие товарищества. Каждый сам по себе, но нужен общий водопровод. То есть, значит, товарищество, это в принципе кооператив типичный и есть. Безусловно. Знаете, мне больше напоминают колхозы, как вот изначально. Вот вроде бы... Ну, а колхоз, собственно, и был кооператив? Производственный. Он был кооператив производственный, а СНТ – кооператив потребительский. В этом громадная разница. Между прочим, у меня была длительная переписка с канадской кооперативной организацией, где тамошние украинцы хотели помочь, но это еще в 90-е годы и позже, в Украине выйти из кризисного положения. И они затратили много денег, чтобы из колхозов вот то, что там было, превратить в кооперативы. Но что-то пошло не так. Так, да, денежки, как говорится, ку-ку. Ну, вот я знаю, в Хабаровском крае сейчас возрождают гаражные, то есть, простите, строительные кооперативы. У нас был председатель такого кооператива, там действительно они собираются строить для себя дом. Это есть. Жилищно-строительные. А, да, 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 жилищно-строительные. Потому что строительные – это производственные кооперативы, а жилищно-строительные – это уже потребители. Так от выка кооперативов что-то забыло. Кроме того, я знаю, как краевое правительство поддерживает сельскохозяйственные кооперативы. В принципе, там все понятно, да? То есть, жители одного села между собой договариваются и, я не знаю, совместно разводят коз, там, коров, да? А это смотря что. Дело в том, что вот у меня тут написано, их 11 видов кооперативов, и они могут варьировать их так, иначе или еще каким-то образом. Но вот садоводческие некоммерческие товарищества, видите, общий водопровод, да? Раньше было еще общее электричество, пока, так сказать, не подключился энергосбыт. А сельскохозяйственный кооператив может организовать совместный сбыт своей продукции, кооператив по переработке избыта сделать, или, например, кооператив по закупкам общий, чтобы, так сказать, каждый не ездил. Это облегчает работу каждого, и таким образом они координируют свою деятельность. Ну, знаете, мне кажется, проще, намного и логичнее, и как-то адекватнее, уж простите, я, наверное, не сторонник идеи кооперативов, это идея классического бизнеса, когда, вроде бы, даже если они все объединяются, да, вот эти субъекты, они могут нанять управляющего, и тот будет решать вопросы все. Ну, для компании это не очень большие деньги, даже если у человека высокая зарплата. Но с точки зрения государства, что нужно сделать, чтобы вот это движение кооперативное у нас развивалось? Какие-то дополнительные законопроекты, какие-то законы принимать, или что? И надо ли вообще? Надо системно подходить к этому вопросу, то есть надо развивать систему трудового хозяйства, в которую входит кооперативы. А это индивидуальная трудовая деятельность, ремесленные кустарные мастерские, личное подсобное хозяйство, трудовые общины, домашнее хозяйство, и вот 11 видов кооперативов. То есть, по сути, это самозанятые практически. Да, у нас это самозанятые. Тем более, если вы заметили, мы должны быть очень благодарны авторам этого закона, потому что закон-то называется о профессиональном доходе. То есть, речь идет о чем? Я думаю, что какой бы профессии мы ни обладали, профессиональный доход за нас получает работодатель. И только самозанятые получают этот профессиональный доход полностью. И, конечно, кстати, вот это вот слово профессиональный доход, оно как раз из английского языка взято. Ну, это скорее фриланс, оно больше подходит, наверное. Ну, не совсем, не совсем так. Потому что профессиональный доход, это фриланс-то, это же что? Это свободное копье, да? Когда ты там вступаешь к одному лорду, к другому, к третьему, а здесь ты можешь сам это делать. Тем более, что ведь не зря же им создали такие условия, потому что практически, ну, скажем так, их найти и наказать за незаконную предпринимательскую деятельность невозможно. Если они в сфере кустарной деятельности, это еще туда-сюда. А если в сфере ремесленной деятельности, то их защищают сами клиенты. Вы знаете, я вот умом понимаю, что это требует, хотя бы потому, что действительно в развитых странах кооперативы процветают. Действительно так. Но я, правда, я не вижу, как вот это можно сейчас возродить в России. Я думаю, что пройдет время, и мы увидим, как будут развиваться ситуации, потому что здесь диктует экономика, если экономике это потребуется. Мне кажется, все уперлось в то, что мы действительно, как выяснилось, на самом деле плохо друг с другом, очень плохо договаривались. Хотя, казалось бы, у нас всегда была коллективная страна, но, как показывают даже дела в одном ТСЖ, мы с соседями-то не можем договориться, уж тем более с членами одного кооператива. Ну, я не могу тут с вами согласиться. Кстати, кроме того, что я возглавляю ассоциацию, я же еще член общественного совета госстройнадзора, где как раз есть отдел, который занимается жилищно-строительными кооперативами. И на работе этого отдела я убедился, в чем тут проблема. Там долевое участие и ЖСК вместе. То есть, они рассматривают ЖСК как часть долевого строительства. И из-за этого идут сплошные скандалы. Ну, вот взлом в дальневосточнике мы это неоднократно видели. Поэтому проблема не в этом. Проблема в том, что в отличие от конституции других стран, ну, кстати, советской конституции, у нас нет кооперативной собственности. А что это означает на практике? Ну, вот возьмем ТСЖ. Я ведь не только теоретик, я их довольно часто руководил кооперативными объединениями. Сделали общую дорогу, это называется, проезд. Кто-то вложился, кто-то что-то. А тот, кто не вкладывался, может присвоить плоды чужого труда. Берет и едет. Значит, при советской власти, я хорошо помню, как мой отец, когда он был председателем кооператива, делал, он тут же отписывает, что покушение на колхозно-кооперативную собственность этого товарища. Раз. И говорят, значит так, за покушение ты ответишь. А сейчас практически правовых мер воздействия нет. А сейчас другое. Потому что это не частная собственность. Вы же видите, что в конституции написано, государственная, запятая частная и другие виды собственности. Вот если бы написали государственные и другие, включая частные, это было бы другое. А сейчас получается так. Он едет на свой участок, это его частная собственность, ты обязан его пропустить. И можешь с ним судиться хоть десятки лет по закону о реституте, а он так и будет туда ездить. Поэтому проблема в том, что плоды коллективного труда можно присвоить ничего за это, как говорится. В общем, я очень надеюсь, что сейчас нас видят те люди, которые избираются в Государственную Думу от Хабаровского края. И они услышат и, возможно, внесут изменения в Конституцию. Хотя, конечно, это дело серьезное. И вообще, всяческих вам успехов искренне желаю. У нас в гостях был Сергей Хондурин, председатель правления Дальневосточной Ассоциации Кооперативного движения. Мы говорили о возможном возрождении кооперативов в России.